Егор Крит совершил удивительное и выиграл суту Роскомнадзора и Мизулиной. Окей, лямчик есть, можно поесть. Новый альбом Скриптонита уже завтра. Треки на второй раунд первого зависимого баттла, а также новые и предстоящие релизы в этом ролике. Не забывайте поддержать нас лайком, заварить себе чайку или кофейку. Приятного вам просмотра! Дорогие подписчики Рэп Ньюс, хотите стильно приодеться, но при этом не переплатить? Тогда рекомендуем вам крутой магазин кроссовок и одежды Hustle.RF. В наличии более трех тысяч кроссовок. Редкие эксклюзивные модели, которые вы не увидите в обычных магазинах, уже ждут вас. А материал и качество не уступают оригиналу. На сайте только реальные отзывы покупателей, которые можно легко проверить. У хастлов есть бесплатная доставка и оплата при получении. Если вам товар не подошел, его можно запросто вернуть. Только для наших подписчиков действует промокод Рэп Ньюс. Не переплачивайте в других магазинах и покупайте стильные вещи и кроссовки только на Hustle.RF по доступным ценам. Переходите по ссылке в описании и убедитесь сами. Не забудьте, промокод поможет сэкономить. Егор Крид продолжает делать невозможное и выигрывает очередной суд. Помните, как прошлой весной Егору заблокировали канал на Твиче за казино по указке от Мизулиной? Твич как твоя сумасшедшая бывшая. Сначала вам так хорошо вместе, ты любишь ее, стараешься для нее. Делаешь ее популярнее и известнее. А потом она резко уходит, блокирует тебя без объяснений. Плюс ко всему лишает тебя права общения с любимыми. Миллион двести тысяч подписчиков. Тупо наплевав на то, сколько всего ты для нее сделал и все, что было между вами. Тогда Екатерина Мизулина, глава Лиги Безопасного Интернета, заявила, что азартные игры на стримах плохо влияют на молодежь и назвала Егора главным скамером страны. Стримеров были заблокированы на площадке Твич, включая аккаунт главного скамера страны Егора Крида. В августе канал разблокировали, а в ноябре рэпер подал иск в суд на Мизулину, потребовав с нее миллион рублей за моральный ущерб. Певец Егор Крид требует от главы Лиги Безопасного Интернета Екатерины Мизулиной один миллион рублей. Окей, лямчик есть, можно поесть. Екатерина Мизулина, являясь основным докладчиком, сделала заявление про Егора Крида, не соответствующее действительности, а именно назвала певца главным скамером страны. Крид просит признать распространенные о нем сведения не соответствующими действительности, оскорбительными и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. По поводу компенсации морального вреда пока что ничего не известно, но адвокат рэпера Владислав Подшибякин сообщил, что суд признал блокировку незаконной, ведь никакой рекламы казино не было. Суд признал незаконной блокировку аккаунта российского рэпера Егора Крида, поскольку налоговый орган не смог ничем подтвердить, что Егор Николаевич осуществляет рекламу казино. Так была реклама или не было? Ситуация очень необычная и удивительная, ведь пока что ни у кого не получалось оказать достойное сопротивление Мизулиной в официальном поле. Эта с**ка хочет моих денег, она хочет не меня, хочет р**ть телек. Да и сам адвокат Крида сказал, что государственные органы в России редко выносят приговор в пользу оспаривающего решения. Это уже не первый раз, когда у Егора получается выиграть в суде. В сентябре прошлого года артист отсудил 350 тысяч рублей у телеграм-канала Мэш за клевету, после того, как в канале появился пост о том, что Егор Крид якобы не платит налоги. Что ж, мы можем только порадоваться за Егора и пожелать удачи всем, кто столкнется с подобным. Помните, как мы рассказывали вам о том, что первый зависимый батл, помимо огромного призового фонда в более чем 5 миллионов рублей, организовал трансфер во второй раунд? То есть будут набираться сразу во второй раунд те, кто ранее уже вылетел с других батл? Для этого нужно написать в ЛС-сообщество ВКонтакте, ссылочку ты видишь вот, и уведомить о своем желании. Заявки на трансфер принимаются только с батлов, которые прошли в 2023 или 2024 году. Сегодня остался последний день приема треков, так что поторопитесь и не забудьте сдать. Также, помимо трансфера, организаторы решили сделать 4 выставочных вне-турнирных батла, которые тоже пройдут во время второго раунда. В них выступят Абалбиск против Ирен, Нокту против Майкс Тикса, Смоук из Плант Б против Тиуана, Микси против Макс Кири. И пока мы ждем эти мясные пары и их работы, предлагаем оценить стреки звездных участников второго раунда, которые уже успели сдать. Из таких отметились Верч Фейт, МЦ Лучник, Линджи, Джерри из НТЛ, Ксерон, Гоукила и Рома Суровой. Не могу только вайпить, грустная история моя, грустная лайф, они все говорят, что я полный мудак, но и дело как мог, уходи да как так. Ты гул, не придешь по дороге, ты знаешь, что тапок и стафок, бабок ли в память немного спасают, стоишь там у мамы в подвале, где жбанок такое сосай. Стали, на солнце тебе напей, руки палит, ну что были на терпеть. Ручи тебя, к примеру, купленные за одну сотую байта крипты, в сети всем доступны, и-и-и-и. МС так опасно, смотрим в оба, уровень, что не слезки, то печаль, они верят в меня, ведь верят в бога, но лучшая реклама для вас промолчать. Баттлы меня за***ли, ну куда деваться, когда накануешь петля, мухасла превыше всего, и поэтому в записи у меня ща новый раунд. Клоун! И вы тут сели, бедолаги, мой флоу, запрещенный, как кассеты, снаряды! Продолжаем следить за этим баттлом, ведь уровень даже второго раунда очень высок, не говоря уже о количестве участвовавших звездных ребят в этом турнире. Из других крупных новостей следующее. В эту пятницу, то бишь уже завтра, состоится релиз второй части альбома «Ят Скриптонита». Об этом артист сообщил в Телеграм-канале, а также показал новый сниппет. О трек-листе пока что известно мало, только то, что в альбом войдут треки «Алестис Би и Упити», а также совместка с Таёкой «Дотла-2». Как будет выглядеть обложка, пока что тоже неизвестно, но вероятно по стилю будет что-то схожее с первой частью и с упомянутыми выше синглами. Но уже совсем скоро мы все узнаем, ждать осталось недолго. В прошлом году Адиль поразил количеством и разнообразием релизов, и надеемся, что этот год для рэпера пройдет так же продуктивно. Однако это не единственный релиз, который нас ожидает. Обладает. Вчера поделился сниппетом нового трека. И потому как выглядит студия, кажется, что Обла опять сотрудничает с Fume The Engineer, а значит нас ждет что-то очень интересное. 99, Сианна, Фудкорта, Фудклокер. Мой броня Пантушкин не делает ноги. Эй, броня, я в самолете сейчас по высокой, а ты деньги из воздуха. А также в ближайшее время нас ждет новый альбом от Грязного Рамиреса. Исполнитель поделился трек-листом, на котором значатся два фита. А также ремикс на уже полюбившийся трек «Не зови меня на рейв». Интересно, как он зазвучит в новой версии? Болливуд FM. Бывший участник Just Rhymes. Друг и напарник Хаски. Вчера выложил клип на свой трек уже почти трехлетней давности «Дымка». Клип был снят в Нижнем Новгороде и наполнен интересными экспериментальными решениями. Например, сочетанием анимированной обработки с живой съемкой. Интересно, почему артист решил сделать клип на эту достаточно старую песню именно сейчас? Может быть, это связано с недавним хайпом вокруг слова «Дымок»? Ну, а может, это потому, что по части своего текста песня с годами только приобрела в актуальности. Вместе с этим клипом артист анонсировал несколько синглов, совместный EP и сольный релиз, так что с нетерпением ждем. А на сегодня мы с вами прощаемся. Но уже скоро мы увидимся на стримах и новых видео. Спасибо за просмотр и поддержку. Не забывайте поделиться видео с другом и поставить лайк. Ну и коммент написать какой-нибудь. С вами был канал Рэп Ньюз. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok